Актуальное интервью Поздравить с прошедшим уже праздником, с днем принятия Конституции Российской Федерации. И как раз сегодня о ней-то и мы будем говорить. Вот расскажите о роли и значении данного документа в правовой системе Российской Федерации. Четверть века существует, действует Конституция нашей России. Она принята была на всенародном референдуме. То есть самым, наверное, принципиальным, существенным, важным и значимым является то обстоятельство, что впервые за более чем тысячелетнюю свою историю государственности российской народ впервые определил свою судьбу. Самостоятельно сделал свой выбор, определил свою государственную жизнь. И этот вопрос он решил, исходя из своих собственных потребностей и перспектив. Ни государство установило конституционный режим, ни глава государства, ни государственные органы, ни какие-либо иные другие публично-властные организации. Исключительно сам народ сам сделал свой выбор. Конституция, можно сказать, является продуктом, результатом цивилизации, эволюционного развития человечества. В процессе осуществления правового регулирования социальными отношениями, государство, принимая нормативные правовые акты, которые содержат правила, как регуляторы социальных отношений, преследует особые какие-то цели и задачи. И принимая то или иное властное решение, имеющее правовые последствия и отражающееся на судьбах и жизни людей, возможны законодательные правоприменительные ошибки. В некоторых случаях даже возможно злоупотребление властью, когда государственные институты могут, пренебрегая правами человека и преследуя собственные политические элитные интересы, могут принять нормативные акты, которые, по сути, будут опасными и вредоносными для статуса личности. Но это в случае, если может возникнуть такой злой умысел, злоупотребление властью. И второй фактор, это когда без какого-либо злого умысла, но вместе с тем, допущена просто элементарная человеческая ошибка. То есть не учтены законодателем все те жизненные условия и обстоятельства, которые сопутствуют в процессе осуществления жизнедеятельности человека. И в этом возникает проблема. А как исправить эту законодательную ошибку, этот дефект законодательства? Ведь если нарушено субъективное право гражданина конкретным законом, его законные интересы и права, он имеет возможность обратиться в обычный суд. Обратиться в суд и с заявлением о восстановлении своего нарушенного права, предусмотренного законом, которое предусмотрено законом, и не выполняется либо иными другими участниками правоотношений, либо не выполняется самим государством. Но в данном случае суд принимает решение о восстановлении законности конкретного субъективного права гражданина и на основании тех правовых норм, которые приняты государством и действуют. А как быть в том случае, если, например, нарушены конституционные права человека, которые были закреплены в Конституции, но при этом не урегулированы надлежащим образом в законе, а в следовательной правоприменительной практике, тогда возникает проблема, как исправить закон. И в этом случае как раз-таки Конституционный суд, он и существует для того, чтобы обеспечить режим конституционной законности. То есть обеспечить, чтобы принимаемые государством нормативные правовые акты соответствовали Конституции. И в случае необходимости Конституционный суд, он исправляет эти дефекты законодательства и направляя вот этот весь нормативный трафик в конституционное русло, удерживая его в рамках, в пределах границ Конституции. Олег Борисович, ну вот тем не менее, если вдруг гражданин считает, полагается, что его право нарушено Конституционное, да, в первую очередь, какая процедура существует для того, чтобы обратиться в Конституционный суд? Нужно ли сразу напрямую обращаться в Конституционный суд или все-таки в первую очередь в суды общей юрисдикции? Городской суд, к примеру. У нас действующая Конституция России закрепляет наше государственное устройство, управление на конкретных административных территориальных образованиях нашей страны как федеративное. Что это значит? Это значит, что у нас в стране существует два уровня публичной власти. У нас есть общенациональная, общефедеральная власть государственная, которая регулирует общественные отношения в масштабах всей России, независимо от того, где гражданин проживает, на какой территории. Но, согласно российскому федерализму, регионы у нас имеют, то есть субъекты российской генерации имеют собственную политико-правовую самостоятельность в решении вопросов регионального значения. Те, которые установлены в федеральной Конституции и в соответствии со своей конституционной компетенцией субъекты регулируют те общественные отношения, которые складываются на их территории. По тем предметам ведения, которые конституционно определены. И вот в том случае, если гражданин считает, что его конституционное право нарушено, и нарушено оно при этом нормативным правовым актом, который был издан на уровне регионального правового регулирования, то есть органами государственной власти субъекта Российской Федерации, он в этом случае, конкретно в нашей республике, имеет возможность обратиться в Конституционный суд Якутии. Оспорив конституционность того или иного нормативного правового акта и обратившись в Конституционный суд с вопросом о разрешении конституционности этого вопроса на предмет соответствия Конституции Республики. В том же случае, если гражданин считает, что его конституционное право нарушено нормой федерального законодательства, следовательно, это вопрос уже компетенции Российской Федерации. И в этом случае он имеет возможность обратиться уже в Конституционный суд Российской Федерации. Но по вопросу о спаривании федеральных нормативных актов он обратиться в Конституционный суд нашей республики такой возможности не имеет. Потому что это уровень уже федерального регулирования. Известно, что решения Конституционного суда не подлежат обжалованию. И вот насколько часто и по каким вопросам вообще обращаются граждане, юридические лица, возможно, в Конституционный суд в нашей республике непосредственно? Ну, юридическая природа решений Конституционного суда, предусматривающая невозможность их обжалования и вступления их в окончательную юридическую силу без апелляционных каких-то либо касационных процедур, она исходит из того, чтобы решение Конституционного суда было априорным законом для государства. Вот в начале нашего разговора мы сказали с вами о том, что посредством учреждения Конституции народ российский, многонациональный, он, принимая Конституцию, во многом направляет и целеполаганием принятия Конституции является именно установление для государства конституционных пределов государственной власти. То есть народ, определяя государственное устройство, этим самым опосредованно и определяет характер законодательства, которое будет приниматься этим государством. И чтобы обеспечить Конституционный режим этого законодательства, Конституционная доктрина и практика исходят из того, что решение Конституционной юстиции должно быть неоспоримым никем, ни главой государства, ни парламентом, ни правительством. Поэтому и решение Конституционного суда, это соответствует и сложившейся зарубежной мировой практике, не могут быть пересмотрены, кроме как самим судом, для придания особой важности и авторитета этому решению. Чтобы все, без исключения и граждане, и общественные объединения, и государственные органы, и должностные лица знали, что решение Конституционного суда, это истина в последней инстанции. И никто не вправе... Время, к сожалению, эфира заканчивается. И очень коротко, можно было бы поговорить о резонансном деле, который рассматривается Конституционным судом республики. Это вопрос по детям войны. Насколько оно вообще соответствует нормам закона? В нашей республике принят закон, направленный на предоставление дополнительных мер социальной поддержки поколению граждан, жителей республики, которые в детском возрасте, до совершеннолетия, то есть пережили тяготы, невзгоды, лишения Великой Отечественной войны, будучи несовершеннолетними, и один из родителей, которых, будучи защитником Отечества, погиб. Вот для этой категории граждан государством предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Но при этом, если иные другие меры предусмотрены иным законодательством, другими законами, то у гражданина есть возможность осуществить выбор наиболее выгодных, приемлемых и оптимальных для себя льгот, компенсаций и мер социальной поддержки. То есть позиция законодателя такова, что эти льготы, эти меры не суммируются. Конституционный суд, исходя из правовых позиций Федерального конституционного суда, правоприменительной практики и практики федерального регулирования, констатировал, что эти правила являются конституционными. То есть такое условие, оно соответствует Конституции. Но при этом Конституционный суд указал законодателю республики, что он вправе предусмотреть дополнительные меры социальной поддержки данной категории граждан без условия, получают ли они иные другие какие-то меры социальной поддержки. То есть предусмотреть их в качестве дополнительных для этой категории граждан. Олег Борисович, большое спасибо за очень интересную беседу. Дорогие телезрители, я напоминаю, что сегодня в нашей студии был руководитель секретариата Конституционного суда республики Саха-Якутия Олег Мироновский. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе всех событий. Удачного вам дня.